18 февраля 2015 года украинская армия вышла из окружения в Дебальцево. Реальное количество погибших до сих пор неизвестно. О тех событиях сегодня вспоминали их участники и родственники погибших. Подробнее расскажет Станислав Кухарчук. Вот так ровно три года назад 128-я горнопехотная бригада пыталась сдерживать боевиков. Почти месяц украинская армия вела здесь ожесточенные бои. В это время в Минске активно шли переговоры о мирном урегулировании конфликта. 18 февраля, оставшись по сути в окружении, украинские воины вынуждены были покинуть Дебальцевский плацдарм. Спустя три года после этих жутких событий бойцы 128-й бригады не скрывают радости. При встрече с боевыми побратимами. Для них сегодня в Черкасах волонтеры устроили вечер памяти защитников Дебальцева. На встречу в Краеведческий музей приехали ветераны и их родные. Катерина в поисках отца внимательно всматривается в фотографии музейной экспозиции. Виталий Вергай погиб 6 февраля, прикрывая выход раненых под селом Редкодуб. Едва сдерживая слезы, Катя вспоминает, что перед смертью не успела сказать папе самые важные слова. В боях на Дебальцевском направлении погиб 21 житель Черкасской области. Все ребята были из разных подразделений, рассказывает комбриг горно-пехотной бригады. Даже спустя три года Сергей Шабтала не может назвать точные потери своей бригады в Дебальцевском котле. Лишь уверяет, ребята совершили настоящий подвиг. Они выполнили это задача, поддерживали противника, нанесли ему втраты, чтобы он дальше не мог выполнить свои задачи. А так бойцы третьего полка специального назначения в Кропивницком помянули своих павших побратимов. В Дебальцевском котле погибли капитан Юрий Бутусов и старший сержант Виталий Федитник. Еще для двоих спецназовцев бои за Дебальцевский плацдарм продолжаются и по сей день. Три года, 16 лютого, перед нашей частью, перед нашими группами стояла задача вывести, допомогти выведению колонн из места Дебальцева. Наша группа начали с капитаном Юрием Бутусовым, попала в заседку. Точных официальных сведений о потерях украинской армии в Дебальцевском котле пока нет. По данным журналистов, меньше чем за месяц боев погибли 159 наших бойцов. 118 попали в плен, еще 36 пропали без вести.